Сколько по времени случился захват заложников? Утром было или? Где-то возле обеда. Возле обеда. Кто первый узнал? Ну ладно, как-то выстрелы услыхали в вашей больнице? Ну позвонили, я вчера работала. Позвонили, что приемные результалы расстреляли. Может быть так подумали. Может какие-то разборки там в городе. А уже потом услышали, что просто захватили больницу. Потом они как по этажам расстрелялись? Нет, они сперва в городе ездили. Расстреливали машины, кто не подчинялись, кого останавливали. Колонны в городе собрали и пригнали с площади, по улицам гонялись. И пригнали к нам в больницу. Вашу больницу избрали как жертву? Ну да. Думаете, в общей сложности сколько в больнице здесь было людей? Где-то около трех тысяч. Тысяч? У нас триста было медработников. Пятьсот у нас человек каждый год у нас колька дней. То есть это больных лежат у нас только. И плюс колонны пригнали с города. Потому что у нас три этажа были, все переполнены. Палатами, коридоры, подвалы были. Но подвалы они загнали только одних мужчин, как говорится. Полностью были забиты. То есть пощады никому не было? И дети были там, и маленькие. Роженицы были, рожали тогда. И уже только после, помню, что у нас заведующая родильным отделением упросила их выпустить наших рожениц. Вот тогда они только уже потом выпустили. Роженицы этих мамочек, которые только родили. И с детьми были. А были ли у вас тут мусульмане в то время здесь? Или они как с ними поступали? Вы знаете, были. Но перед тем, как вот начинались, потом был разговор, что некоторые как будто знали. И некоторые лежали, и вдруг перед обедом, и они исчезли. То есть были предупреждены. Так что, как они говорят, что они шли именно на Москву, а к нам не хотели. Нет, это похоже нет. Это у них был главный, видать, все-таки на наш буденок захват. А не слышно было, что вот те, которые участвовали в захвате, говорите, сколько человек, 50 было? Ну, их 150 было. И не слышно там, кто они живые, сейчас есть, нет из них? Не знаю. Как они живут с этим грузом на душе? Далеко. Я бы поговорил. Мы так верующие, мы смотрим с вечности. Как? Мы верим, что христианин, он омыт кровью Христа. Я в любой момент могу умереть, я готовлюсь. А если люди-то здесь не готовы были, это ужасно, конечно. Ну, это жутко было, конечно. Там сидеть в ожидании, когда этот штук начался, всех подогнали к окошкам. И нас, как щитом, за нашими спинами, они направляли автоматы. У них вот такие вот были, я не знаю, как они правильно называются, вот такие толстые, значит, были. Гранатометы были. И вот за нашими спинами они били, как говорится, по нашим русским. Ну, а наши русские стреляли в нас. Гранатометов, танков и все прочее. А вот вы когда захватили, вы поняли, что это не игра? Нет, мы сразу поняли, что это не игра. Мы слышали, чтобы этого мужчину уводили вниз, и внизу, чтобы не видели, расстреливали. Ну, так как они не исполнили что-то, они там, я уже не помню, говорили, ну, тематин какой-то привели. И в наше время его не любили. И они расстреляли четырех человек. Да, это стало. А вот говорят, что отдыхали здесь летчики, не слышно было? Будто бы, в первую очередь, они их старались. Они не отдыхали. Все-то сюда попадали по изучению. Вот, но некоторых вот попали ранены сюда. И наши в приемном отделении медсестры, когда увидели форму, быстренько их форму поснимали, оставили их только в трусах. И, как говорится, форму эту попросали в шахты, чтобы их не расстреляли. Вот несколько жизней наши медсестры спасли. Некоторые несколько жизней спасли, да. Как говорится, это самое. Да, вот так вот у нас работал приемной покой. Ну, в это время вы видели, люди молились или нет кто-то? Конечно, все молились. И каждый, как говорится, просил Бога, чтобы остаться живым, как говорится. Больше погибло в городе или здесь? Больше погибло в городе. Которые, видимо, не причинялись, они стрелялили. Они сразу расстреляли по городу, ездили. Но так много мы не видели, мы это слышали, что они ездили по городу. Там много было боленых после этого машин, как говорится, и расстреляли. Ну, кто не подчинялся, они всех расстреляли. Но у вас бывают священники здесь приходят? Да, приходят. Но они как объясняют это событие? Ну, мы не спрашивали. Мы постоянно просто наследить нашу больницу, как говорится, что он придет здравие, пока получше, как говорится. А вам долго вот этот кошмар весь этот представлялся? Вот до сих пор даже спокойно, вот уже сколько лет прошло, и до сих пор все равно это спокойно глаза не передать. Ну, что же 20 лет будет? Никогда не забыть. Вот, говорите, со временем это все бывает. Нет, это никогда не забыть. Да поможет вам Господь, да благословит вас. Спасибо. Да благословит вас Господь. Столько мы перестрадали. Мы, говорю, вчера в Беслане были, я комментирую, я не могу, у меня просто горло сваркило. У меня просто горло сваркило. Детей, тогда после нас, это Кизляр, потом Беслан, вообще, вот тогда в Кизляре на роддом пошли, там на Беслан детей, у них ничего человеческого нету, я не знаю. Конечно, это грозное предупреждение для всех, это касается, не будет Дионовского только, это всего мира касается. Пагуба, как сеть, говорит, захватит всех живущих, если человек не был готов. Главное, приготовиться к выходу из этой жизни. Вот сколько едем, мы все увидели, машины раздавают, а одни руки торчат тоже. А мы с утра встаем, помолимся, за нас молимся, Господи, благословение, везем к Нью-Йороду. Спасибо, Господи. Слава Господу. Вас как? Валентина, да? У меня сестра моложе меня с 52-го года. Все, наверное, не пишут мне Валентина. А вы знаете, как переводится? Сильный. 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 Вы сильный Духов, видите? Господь позволил все это пережить. Это говорить только, а представь, когда здесь чужие люди, и сколько они здесь держали в заложниках? Больше пяти суток. И не хормили? В первом времени, да. Ну а потом так, там по кусочку хлеба, водички, то воды уже потом не было. Потом немножко так, нарзана, не нахватки, как говорится. И все, так не было ничего. Вообще, с этим духом пытались. А с вами где вы находились? Так, извините, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.